Приветствую вас, друзья! Это продолжаем изучать Ларавели и темой сегодняшнего видео будут очереди. С одной стороны, тема достаточно простая, логика очередей достаточно ясна, но с другой стороны, если углубляться в них, если попытаться познать все, что они могут нам дать, даже по официальной документации, переводя ее на русский язык, то можно запутаться. Потому что здесь есть много недоговоренностей, либо сам перевод не может дать полного понимания картины. Итак, давай разбираться. По сути, в очередях очень хорошо можно увидеть принцип Паретта, о чем он говорит. 20% знаний сделают тебе 80% работы, то есть самый минимум знаний по очередям позволит тебе покрыть максимум работы с ними. А вот все остальное, вот те как раз именно сложности, те тонкости, те нюансы, они выходят за эти 20%. Изучать их тоже нужно, понимать их тоже нужно, но по идее вот сейчас во время обучения тебе нужно будет понять вот эти 20%, а они достаточно легко понимаются. А все остальное просто иметь в виду, знать, что такие механизмы есть, и когда-нибудь они тебе пригодятся в более сложных задачах, в более глубоких задачах. Но опять же, если вдруг ты какие-то более сложные задачи какие-то делаешь, то стоит задуматься, может быть есть возможность их как-то проще решить. Итак, погнали. Очереди. Для чего они используются? В первую очередь нужно понять, для чего они используются. Самый простой заезженный пример – это отправка почты. Допустим, на сайте интернет-магазина ты сделал заказ, и когда заказ сделан, клиент нажимает кнопочку «Создать заказ», может произойти очень много. Помимо того, что заказ запишется в базу данных, может произойти очень много событий. Например, могут быть отправлены имейлы. Могут быть отправлены имейлы самому клиенту, то, что вы сделали у нас на сайте такой-то заказ, вот перечень товаров, сумма, вот ссылочка для того, чтобы посмотреть на этот заказ. Имейл может быть отправлен менеджеру, за которым этот заказ будет закреплен для того, чтобы он его исполнил. Имейл может быть отправлен владельцу товара, потому что интернет-магазин может быть площадкой для различных продавцов и так далее. То есть события очень много могут быть. Какие-то события важны и должны исполниться, когда он нажал на кнопочку, например, само сохранение заказа. А какие-то события не столь важны, но они тоже должны быть выполнены. И пользователю для этого не нужно ждать. Зачем ему ждать, когда отправятся вот эти 10 имейлов? А я только самые простые сценарии назвал, кому могут быть отправлены имейлы. Клиенту ждать это незачем. Поэтому проще поместить их в очередь, в отдельную табличку записать. То, что надо отправить вот такой-то имейл туда, надо отправить такой-то имейл сюда. Может быть сделать еще какую-то операцию, которая необходимо ее сделать, но вот не сейчас, а можно чуть-чуть отложено. И отдельным процессом эти операции в порядке очереди будут выполнены. В случае, если вдруг при выполнении какой-либо задачи из очереди произойдет ошибка, то тут несколько сценариев. Можно задать этому заданию, задачи в очереди, сколько разрешено количество попыток. Через некоторое время сервис, отдельное, опять же, отдельное приложение, сервис попробует запустить его еще раз. Либо сообщить каким-то программистам то, что там зафейлилось, письмо отправить. Либо эту зафейленную задачу положить в отдельную табличку. И потом ее можно будет извлечь, заставить ее заново отработать. То есть сценариев здесь много. Но сейчас достаточно нам понять то, что очереди, это функционал очередей, это способ отделить часть логики на отдельную отработку. Получается такая асинхронность. Нам не нужны эти, повторяюсь. В общем, суть ясна. Какие составные части бывают у очереди? Основные понятия, так сказать. Что такое очередь? Очередь это некий пул задач, реализованный по принципу FIFO. Первым пришел, первым ушел. Но это при первом приближении оно так. На самом деле все чуть-чуть здесь будет сложнее. Дальше мы это посмотрим. Издалека смотришь, вот оно так, приближаешься. Да, оно так, но еще могут быть какие-то нюансы. Далее. Понятие, что такое job. Или так называемая задача. Задача, которая должна быть выполнена. Задача помещается в очередь, в табличку записывается. Это некий такой целостный элемент очереди. То есть ее даже не атомарная часть, но некий элемент задачи, которую нужно будет в порядке очереди выполнить. С одной стороны, да, это целостный элемент очереди. С другой стороны, опять же, нет. Не совсем так. Издалека смотрим, да, оно так. Приближаем. Мы можем, тоже об этом будем говорить, мы можем одну логику, сложную задачу разделить на несколько job, на несколько задач. И поочередно их выполнять. В случае провала, можем как-то на это реагировать. Какой-то задача посерединке провал произошел, можем как-то на это отреагировать. Это уже вот тут, это определение, оно как бы уже нарушается, дополняется. Дальше. Что такое Worker? Это приложение, которое прослушивает очередь и выполняет задание. Точно так же, как с двумя предыдущими. Если мы посмотрим издалека на все это, да, у нас есть вот она сущность. Уже третья по счету. Для понимания работы очередей нам этого достаточно. Когда мы более глубоко начнем понимать, мы поймем, что это не совсем так. На самом деле там еще немножко глубже. Есть некий такой мастер, который запускает этих Worker, и эти Worker выполняют эти задачи. Мастер может как-то над ними еще и власть иметь. Может закончить его, может там что-то еще с ним сделать, какие-то данные от него получить и так далее. Так, для того, чтобы нам приступить к манипуляциям с очереди, к изучениям, нам нужны две таблички. Первая табличка, насколько я помню, она уже была. Это табличка Jobs. Возможно, мы ее делали. Давай я перейду в MySQL в Workbench. Нам нужны две таблички. Первая табличка это Jobs. Табличка Jobs. Очередей сюда будут помещаться сами вот эти вот наши задачи на выполнение. И файлы Jobs. То есть, когда задача сюда поместилась, к ней подошла очередь. Некий демон ее взял. Попытался выполнить, вдруг там произошла ошибка. И если нам не задано ничего иное, не задано никакое поведение, то она попадает в файлы Jobs. Соответственно, мы можем посмотреть потом, найти эту задачку, либо удалить ее вообще навсегда, либо вернуть ее заново на отработку. Потому что падения могут быть разные. Например, с помощью очереди можно забирать какие-то данные со стороннего сервиса. Ты зарядил эту задачу на ночь, а ночью админы того сервиса решили произвести какие-либо манипуляции на сервере. И сервер был недоступен. Соответственно, твоя задача зафейлилась, попала в фейли, ты утром посмотрел, вот что-то она зафейлилась, отправлю-ка я ее заново. Отправляешь ее заново, все, у тебя там какой-нибудь каталог товаров с другого сайта, там какая-то информация подтягивается, да? Например, первое, что в голову пришло. Так, две таблички нам нужны. По идее, Jobs, наверное, у тебя должна быть, я точно не помню. А файли Jobs, наверное, нет. Но, тем не менее, сейчас расскажу, может быть, двух табличек нет. Расскажу, как сделать так, чтобы они появились. Чтобы появилась табличка Jobs, нужно выполнить команду php artisan.quay.wtable. Появится табличка Jobs. И для того, чтобы появилась фейли, Джобс, соответственно, следующую команду, фейли, Тейбл. После этого они появятся. Базовое состояние у нас уже есть. То есть после этого мы можем работать с очередями. Мы можем ставить туда и можем запускать некий демон, который будет оттуда задачи забирать и выполнять. Так, теперь нам нужно создать сами классы этих задач, которые будут помещаться в очередь. Вот у меня три команды. php artisan make, двоеточие, job и название задачи, которая будет выполняться. Допустим, у нас сейчас блок на сайте. Допустим, нужно произвести какое-то действие, когда... После того, как создан новый пост. Новый пост создан. У нас после этого должна запуститься какая-то задача в очередь. Допустим, что-то она может сделать. Почту отправить или еще что-то. Для почты, хотя здесь отдельный механизм есть, работа с очередями. Но можно и так, конечно, сделать. Ну, в общем, какая-то работа там должна произойти. Выполняем эту команду. BlockPost after create job. Также выполняем команду php artisan make job. BlockPost after delete job. Тоже какие-то действия после того, как пост был удален. И третья команда, возможно, скорее всего, я сделаю уже... Это для следующего видео, но можно выполнить сейчас. php artisan make job process video job. Некий тоже абстрактный пример будет. Пример того, что... Ладно. Когда к нему дойдем, тогда и об этом поговорим. Так, у нас появились вот наши задачи. Наши так называемые джобы. Лучше, конечно, вот эти классы джобов именовать следующим образом. То есть название, логическое название, что он будет делать, какова его цель. И в конце добавлять джоб, чтобы ни с чем другим не путать. Потому что точно такое же название может быть, допустим, для команды, для контроллера и так далее. И чтобы в поиске, когда ты вбивал, все, увидел окончание джоб и все, ты понял, что это в джобах. По умолчанию, Laravel, когда ты это выполнишь, он создаст папку jobs и, соответственно, эти файлы он сюда поместит. Давай откроем блокпост aftercreatejob. Так, что у нас тут есть? По умолчанию, что у нас будет? У нас будет название, будет уведомление о том, то, что данный класс у нас имплементирует. Шуд, я забыл перед записью видео, в очередной раз посмотреть, как вот эта вот собака читается. Я не помню, как она читается, ты уж прости. Буду называть ее кваква. Шуд кваква. Если мы перейдем вот в этот контракт или интерфейс, то мы увидим то, что здесь нету ничего. Когда я изучал очереди, я зашелся, я думаю, блин, а зачем? Как бы первичная задача интерфейса обозначить список методов, какие методы должны быть реализованы в классе. А тут пусто. Думаю, может быть, там раньше что-то было, а потом вырезали, либо на будущее это сделали, чтобы сюда. Но дальше в процессе мы поймем. А давай я прямо сейчас покажу, для чего это сделано. Так она на самом деле и задумана. Здесь не было идей что-то сюда положить, какой-то метод. Хотя там внизу обязательный метод хэндл есть. Его сюда не положили. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы определить, каким образом исполнять вот эту задачу. Когда у нас есть имплемент шут ква-ква, то Laravel будет понимать то, что эту задачу нужно обязательно поставить в очередь. Потому что создав некий такой класс, по сути вот эти вот классы, они должны содержать какую-то атомарную, какую-то логику. Можно создание заказа поставить, можно создание там еще чего-то поставить. То есть вся логика, она будет вот здесь вот отдельное какое-то действие, отдельная какая-то команда, какая-то задача атомарная такая. Ее можно выполнить сразу, сразу, не запуская в очередь, а можно положить в очередь. Допустим, если это работает клиент на сайте, это можно поставить в очередь. Если это менеджер в админке делает, то ту же самую задачу можно взять и выполнить сразу. Потому что менеджер, допустим, важнее сразу получить результат. Так, дальше. Использование трейдов. Четыре трейда здесь используются. Давай быстренько по ним пробежимся. Dispatchable трейд, он позволяет данному классу, который его затрейтит, запускаться. Запускаться. Самозапуск такой. Мы будем обращаться как к статической функции Dispatch. Мы берем блок-пост-автор-create-job, две точки, два-две точки, ставим Dispatch, делаем. Он запускается, ставится в очередь. Если мы ставим Dispatch now, то он выполняется сразу же. То есть самозапуск некий такой. Так, Interfax with Qua-Qua. Здесь некое управление самим объектом очереди. Управление, сколько попыток узнать, удалить очередь из очереди, фейл сделать и так далее. Релиз, заново запустить, set-job, это job установить. Так, дальше. Здесь уже непосредственно логика работы самого джоба. Connect, имя очереди и так далее. Сколько время до выполнения, middle-wars и так далее. Ну, эти моменты мы будем сразу выполнять. Поэтому здесь мы просто обзорно можем посмотреть, что эти трейды нам дают. Serialize models. Что это такое? Раньше такого не было. Не помню, на какой-то версии это к нам сюда пришло. В общем, для чего это нужно. Если этот трейд у нас подключен и мы передаем в конструктор класс, класс модели, то очередь у нас не будет реализовать всю модель. Она запомнит только одишник. И когда начнется исполнение данной задачи, оно по одишнику сама найдет вот эту саму сущность, сделает из нее модель и, соответственно, дальше мы можем пользоваться. Раньше такого не было. Раньше, если мы передаем модель, то она вся сериализовалась бы и поместилась бы в payload, в поле payload. Вот здесь будет нагляднее. В поле payload сериализованная модель бы поместилась. Соответственно, модельки у нас жирные, а если ты еще логику в модельке хранишь, она может быть архи-жирной и она все сюда поместится. А может, кстати, и не поместится. Может, можно... Вот из-за... Если... Одна из причин падения очередей, это если мы начинаем заталкивать туда какие-то готовые объекты. По идее, нужно объекты в них порождать. А сюда закидывать ID-шники, либо там какие-то имена объектов, которые следует породить и так далее. И потом в хэндле их порождать. Ну, или в конструкторе. Так. Да, раньше такого не было. И я помню то, что в документации там прям так и писали. То есть, если вы модель кладете, лучше положите ID-шник, и потом оттуда ее достанете сами, из базы данных, чем класть всю модель. Так. Что у нас будет делать данная задача? Данная задача у нас имеет приватное свойство блокпост. Мы передаем блокпост, он в это свойство сохраняется. И в хэндле, метод хэндл, он у нас как раз будет выполняться, когда просмотрщик задач возьмет эту задачу на исполнение, и он выполнит метод хэндл. Да, обязательный метод. Какие-то манипуляции здесь должны быть. Соответственно, если что-то сложное ты делаешь, то ясное дело, здесь всю логику тебе пихать не нужно. Нужно в отдельных классах все это сделать, а здесь просто нужно будет вызвать один-два метода. Может быть, какой-то билдер у тебя будет, он что-то соорудит, и потом куда-то передаст, и отдельный класс это все сохранит, и так далее. Херачить вот здесь вот, прямо в этом, в джобе кучу еще дополнительных методов приватных, и так далее, которые будут выполнять логику, лучше так делать не надо. Потому что в один прекрасный момент, вдруг тебе понадобится не здесь это выполнять, а как-то вот иначе, и придется все переделывать. Вот. Здесь вот, по идее, чем меньше кода, тем лучше. Все выносим туда, куда-нибудь отдельно. Так, а мы здесь просто в логах запишем. В логах нашего сайта мы тоже эту тему еще логирования не проходили, поэтому здесь самое простое скажу. Вызываем хелперскую функцию logs, вызываем метод info, и записываем некую информацию в лог. Потом мы эти логи можем просмотреть. Также для просмотра логов существуют разные сторонние пакеты, которые тебе все эти логи будут показывать, как-то ими можно будет манипулировать, смотреть. Так, дальше, блокпост after delete он будет то же самое, только мы будем передавать блокпост id, потому что у нас по сути как блокпост будет удален. Ну, разного можно. В общем, здесь просто ради примера я делаю то же самое. Но здесь я уже, чтобы чем-то отличалось, напишу warning. То есть вот здесь получается тип лога это информационный какой-то, а тут внимание, чтобы привлечь. запись в логе удалена. И все эти логи можно будет посмотреть в storage папка storage logs. Как до этого дойдет, мы их посмотрим. Так, джобы у нас есть. Просто джобы, которые хранят какую-то логику и мы знаем, когда их запускать. Просто джобы есть, это есть. Так, теперь настройки самой очереди нужно посмотреть. настройки очереди у нас в файле kwa-kwa.php вот здесь. По умолчанию у нас метод обработки очереди sync. Это означает то, что созданные тобой очереди, когда ты ставишь, даже говоря о том, поставь их пожалуйста в очередь, они будут выполняться сразу, моментально. для того, чтобы это изменить, нам нужно будет перейти в файл env. Вот здесь вот ключик мы копируем, connection, и вот здесь вот connection говорим, то, что давай-ка мы будем очереди у нас будут работать с базой данных. И сейчас мы приходим к тому, что мы узнали, что оказывается у нас есть способы обработки очередей, да, это sync, это сразу, или с базой данных. Когда мы ставим базу данных, как раз нам эти две таблички и нужны. Jobs и Failed Jobs. Также можно работать по-другому. Но это уже более сложно для более серьезных задач и способы работы отличные от базы данных, от наших двух табличек, это уже выходит далеко за рамки вот этих принципов парэта 20% знаний, которые делают работу. Так, connection, то есть мы connection определили, это у нас будет работа с базой данных, давай посмотрим какие еще есть. Вот у нас есть настройки connection, sync, у него есть драйвер, он так называется sync, то есть будет моментально, никакие таблички ему не нужны, никакой отсрочки не будет, никаких попыток заново там что-то исполнить, он сразу это все сделает и все. настройки для базы данных, драйвер database, table jobs, который по умолчанию соответственно, если ты видишь, что вот оно, оказывается здесь настройки есть, то можно и не табличку jobs сделать, а какую-то другую табличку, как тебе заблагорассудится, допустим, может быть у тебя в твоем проекте уже табличка jobs есть, и вдруг понадобилось добавить очереди, а ты смотришь, они оказывается тоже jobs, кого-то надо переименовать, того-либо того. По умолчанию имя очереди, вот сейчас мы пришли к тому, что я говорил в начале вот здесь, то что вроде бы как бы принцип FIFA, если издалека смотришь, первым пришел, первым ушел, но если рассматривать сблизи, то не совсем, не совсем, почти, но не совсем, чуть-чуть сложнее. Когда мы ставим задачу в какую-то очередь, мы можем дать имя очереди, то есть у нас вот эта вот табличка jobs, она получается уже не совсем как бы очередь, она получается очередь очередей, и очередь по умолчанию, она будет называться default, по умолчанию. Также можно отдельно назвать emails, и ставить в очередь под названием emails, отправки имейлов. Соответственно, отдельный демон будет запускаться, который будет обрабатывать данную очередь emails. Он другие задачи трогать не будет, он будет занят только имейлсами. Соответственно, можно еще какую-то крупную задачу поставить, там штуки 2, 3, 4 обязательно в проекте средненьком есть. И, соответственно, разнообработчики будут отдельно в супервизоре, будешь запускать обрабочек для этой очереди, обрабочек для этой очереди, обрабочек для этой очереди. Также можно запускать один обрабочек и сказать сначала вот эту очередь обработай, и когда если там нет заданий, обработай другую очередь. Так, дальше есть очень хитрый параметр, вот как раз то, что я говорил сложности в понимании различных параметров очередей, которые выходят за 20%, это один из этих параметров Retro After. Это он, наверное, наиболее сложный для понимания, если бы ты самостоятельно это изучал. Давай сразу про него пробежимся, раз уж мы сюда зашли. Если задание выполнялось более, чем Retro After, в секундах здесь занято, все, что в очереди, время какое-то сдается, все сдается в секундах. Или почти все. Я не помню, сколько там, там есть один параметр, не помню, там в секундах оно или не в секундах. Так, если задание выполняется более чем 90 секунд без удаления, то задача вновь вернется в очередь для повторного запуска. То есть мы можем задать время выполнения задачи и после этого, если она вдруг зависла, обратилась к какому-то серверу, тот ее сейчас я пришлю и не присылает, у него там тайм-аут. Задачу можно удалить по тайм-ауту, а можно вторым параметром вот этот Retro After. То есть если вот этот грандмастер очередей он смотрит то, что что-то это больше 90 секунд, дай-ка я запущу ее заново. И если ты с тем тайм-аутом не убил задачу, то она может выполниться у тебя дважды. Он возьмет заново, запустит эту задачу и все. И получается тут надо короче убивать задачу раньше, там будет один параметр, который убивает задачу по времени. Он должен быть меньше чем 90, то есть допустим 60. Если 60 секунд задача не отрабатывает, мы ее убиваем. А если она вдруг зависла или не убилась, то она вернется туда заново в очередь на обработку. Более подробно можно почитать вот здесь. Потому что я сам не понял изначально и сам и не пользовался вот этим свойством. И читал русскоязычную документацию, до меня не доходило. Переводил англоязычную, тоже не доходило. Но нашел на тостере такой вопрос. Вот тебе ссылочка. Если я вдруг объяснил как-то нет херовенько, будем честными, то можешь почитать. Там чувак он как раз этот вопрос поднимал. Говорит я вот это испытал, вот так испытал, вот такие тесты провел, мне все понятно стало, стало, а вот это непонятно нихера. Там хорошо, причем он вроде насколько помню, сам до этого все дошел. Там ему пытались тоже какие-то ладно, в общем будет интересно, почитай. Так, это работа с базой данных. Далее идут разные сторонние скорее всего за деньги могут взять работу с очередями на себя. Сторонний сервис, сторонний сервис от Амазона и Redis, ты можешь Redis у себя тоже запустить и очереди ставить не в MySQL базу данных, а в Redis. Вот, но опять же все это выходит за рамки тех 20%. Это уйдут уже какие-то сложные задачи на сложных проектах на первое время, если ты не знаешь что такое очередь, тебе на это просто нужно иметь в виду, что оно есть. Так, Ну и фейлит, куда будут фейлит помещаться, имя таблички и так, db connection по умолчанию MySQL будут падать. Так, это что у нас касается настройки очереди. Да, вот это важно не забыть, вот тут в Envy поставить датабейс, иначе у тебя в табличку jobs ничего попадать не будет, а будет выполняться сразу. Дальше у нас есть очереди, у нас есть понимание, что мы хотим от этих очередей, от этих двух, и теперь нам нужно куда-то их как каким-то образом их инициировать, запустить. Переходим в пост контроллер, так как они у нас касаются